Напоминаю, такие же события происходили в свое время в центре Москвы. Если мы посмотрим на этот вопрос исторически, можно сказать так, ужесточился в России колониальный режим, появилось больше элементов репрессий, карательных функций и так далее. Это если исторические ключи подойти. Но в конкретном плане, действительно, мы говорим о том, что та политика массовой миграции, которая сегодня существует в России, она носит антироссийский и антирусский характер. Но это вызвано тремя главными вещами. Во-первых, мы живем не по нашим законам, которые выработали наши предки, и поэтому организован процесс миграции не в соответствии с... Ну, всегда народы перемещались. И всегда они готовились к перемещению во времена и Советского Союза, и Царской России. То есть вначале их обучали в школах русскому языку, потом их подготавливали психологически, идеологически. Потом уже на каком-то этапе, чаще всего с высшим образованием, человек отправился в Москву или Петербург, а человек не с высшим образованием, ему организовывали в силу государственных программ и государственной поддержки трудоустройство на месте. Вот та политика, которая сегодня идет, она идет полностью в разрез, и она связана не с тем, что у нас не умные власти, а с тем, что мы решения принимаем управленческие из-за рубежа. То есть это колониальная политика, диктуемая извне, которая опирается на ненациональную систему законодательства. И генеральный прокурор не случайно сегодня вскрыл, что законы в России пишутся иностранцами, прежде всего американцами. Их поддерживает агентура внешнего управления во власти. И об этом опять же говорил генеральный прокурор, тоже не случайно. Он это говорил, потому что Путин провел соответствующие законы, и теперь картина стала ясна. И, наконец, у российских властей национальных отсутствуют права для стратегического планирования, а значит проведение вот этой политики, когда миграция осуществляется в подготовительном ключе. И понятно, что поскольку ни одна из этих вопросов не будет решена, потому что третий вопрос вообще завязан на конституцию, которая запрещает стратегическое планирование, то будет нарастать вот такого рода событие, которое мы сейчас наблюдали. Плюс добавьте, что скорее всего в эту же линию пойдет и терроризм, который будет не дома взрывать или школы взрывать, а он будет заниматься вот раскачкой в межнациональном плане, в межнациональных отношениях. Это будет засланный терроризм, те же сирийские вполне подготовленные террористы с российскими паспортами, об этом нам опять же ФСБ и Путин говорили. То есть все предупреждено, и это все направлено на ликвидацию Российской Федерации. То есть единственный рецепт спасения от этого не пытаться создать народные дружины, что бессмысленно, а изменить конституцию Российской Федерации, во главе с Путиным восстановить суверенитет страны. Это и есть национальная освободительная борьба. Если в России народ это не сделает, если он останется в позиции предательства, которую он состоит по отношению к своей родине с 1991 года, значит Россия будет ликвидирована через вот такого рода события, которые будут нарастать с каждым месяцем, с каждым годом. Как Берлева.